Провела совещание Юлия Галякова, заместитель главы по экономическим вопросам. Лидия Штаний, заместитель начальника МСЧС-135, рассказала о результатах работы медсанчасти за последнюю неделю. За прошедшую неделю было 170 вызовов на скорбь и заслужены. В отделе их стационара пролечено 94 человека, 54 случая ОРВИ, один случай пневмонии. О ходе проведения летней ремонтной кампании на городских тепловых сетях доложил генеральный директор МУП ККП. Приступили к замене, полной замене участка квартальной тепловой сети во втором микрорайоне. Отключено горячее водоснабжение, дом номер 22 микрорайона, еще 7 домов, возможно ограничение по горячей воде на период ремонтных работ. Планируем завершить работу до конца этой недели. Также он отметил, что в жилищном фонде наметились перемены. В соответствии с решениями общих собраний многоквартирных домов, дом номер 180 в 6 микрорайоне и дом номер 9 во 2 микрорайоне с июля месяца переходят на прямые платежи за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Поэтому в июльской квитанции МУП ККП этой строчки у жильцов этих домов не будет. Аналогичные решения у нас приняты и в ряде других многоквартирных домов. Сроки наступления этого события по другим домам будут позже. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике напомнила о проведении интернет-фотоконкурса «Семье счастливые моменты». Конкурс продлится до 1 августа. Необходимо направить заявку, в которую входит анкета и фоторабота с пометкой «Фотоконкурс» на электронную почту ksdnsobakabk.ru. Справки по телефону 722-42. В целом обстановка в Десногорске благоприятная. Городские инфраструктуры работают в плановом режиме. Нарушения не зафиксированы. Системы оповещения населения проверены и находятся в удовлетворительном состоянии. Виолита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.